Здравствуйте! В эфире телеканал ДОН-24, программа «Что волнует?». И сегодня у нас в гостях заместитель министра труда и социального развития Ростовской области Маргарита Александровна Горяйнова. Добрый день. Маргарита Александровна, скажите, вот сегодня, ну, семьи с детьми, выплаты социальные семьи с детьми, очень важная такая тема, наверное, да? Какие меры сейчас в соцподдержке Ростовской области существуют и вообще сколько семей используют, все ли семьи, так скажем, пользуются этим, этой поддержкой? Ну, добрый день. Да, действительно, не только материальная поддержка очень важна для семьи с детьми, нам вообще семьи с детьми очень важны. Начнем с этого. И, безусловно, необходимо поддерживать как материально, заниматься материальной поддержкой, но и заниматься, будем говорить, и родительскими вопросами, и духовное воспитание. А мы все-таки сейчас начнем именно с материальной поддержки. Вот сейчас в канун уже у нас стартовало в Российской Федерации десятилетие детства по указу президента. И можем сказать, что мы стартовали уже с такой прочной и хорошей системой, которая у нас формировалась в Ростовской области, оказание мер социальной поддержки. Тем не менее, у нас есть куда дальше к чему стремиться и что дальше развивать. Что на сегодняшний день мы имеем? Вот в количественном составе это у нас получается аж 16 мер социальной поддержки. 16 выплат. Из них 8 федеральных, это те, которые осуществляются за счет средств федерального бюджета, и 8 региональных выплат. Мы от Федерации не отстаем. Акцент это на поддержку малообеспеченных семей. У нас есть выплаты, которые предоставляются вне зависимости от дохода, но есть выплаты, которые предоставляются вне зависимости от дохода. Вот начиная с 2007 года, тоже 10 лет назад, основной вектор был направлен на поддержку у нас многодетных семей. И это дало свои определенные результаты, о которых я скажу позже. Но самое главное, что если у нас не будет вторых, третьих детей, у нас и без первого ребенка не будет второго ребенка, третьего и последующего. И вот первый ребенок, наш первенец, о котором мы делаем большое внимание и уделяем час 1 января 2018 года, скажу тоже чуть позже и более подробно для всех наших молодых семей, у которых либо он родился, либо которые планируют рождение. Это тоже очень важно, на что они могут рассчитывать. Если возвращаться к теме многодетных семей, то в Ростовской области у нас очень серьезная поддержка, это в форме регионального материнского капитала. Она очень значимая. Это для семей, у которых доход ниже прожиточного минимума, у нас практически большинство семей проходит по этим доходам многодетным, предоставляется региональный материнский капитал. До 2021 года, я так понимаю, он продлен сейчас, да? Да, он у нас продлен, это федеральный материнский капитал, наш региональный был продлен до 2018 года, это было второе продление. И мы получили согласие губернатора уже Ростовской области о продлении нашего материнского капитала до 2021 года. Размер материнского капитала у нас 117 754 рубля. Начинали мы эту программу региональный, да, начинали мы эту программу с 2013 года. Это была только выдача сертификатов. А уже с 2015 года по достижению ребенка трех лет, то есть те первые, те трехлетки, которые шли в 2012-2013 году, они уже начали, получили эти семьи, возможность его реализовывать. У нас выдано сертификатов 26,5 тысяч многодетных семей. Это очень серьезно. А изъявили желание по использованию его направления, это более 7 тысяч многодетных семей. А куда его можно использовать? Использовать его, вот в этом вопросе мы тоже не стоим на месте. Сначала у нас было 4 направления, потом добавили еще 2, и в результате еще добавляли. Более того, у нас стоит задача не только продлить материнский капитал до 2021 года, а по, опять же, по желанию многодетной семьи, на что они изъявят желание, предложить еще новое направление. Сейчас самым востребованным, это, конечно же, улучшение жилищных условий. Для каждой многодетной, для любой семьи свое жилье, это свое гнездышко, это важно. Там должно быть тепло, там должно быть хорошо, там должна быть сытная и вкусная еда, воспитанные великолепно дети, достойные мамы и папы. Это то, откуда мы приходим и откуда мы идем опять. Это улучшение жилищных условий. У нас есть и ипотечное кредитование, у нас есть и ремонт жилищных условий. Плюс сюда у нас добавляется, если есть необходимо, это газифицировать свое жилье, если есть необходимость это улучшить, провести водоснабжение, если нет, допустим, централизованного дома. Потом у нас есть образование, вплоть до того, до частных, можно детских садиков использовать, лечение, приобретение автотранспорта. И вот из всех этих направлений востребовано улучшение жилья, и тоже пользуется очень такой большой популярностью, это приобретение автомобилей. Поэтому наши многодетные семьи очень активно этим пользуются. Да, есть вопросы, возможность его получить до исполнения трех лет, но законодатель сейчас диктует, только когда ребенку используется три года, он может уже подать заявление на его использование. Когда так вот развернуто мы начали заниматься и так серьезно многодетными семьями, помимо всех остальных программ, это и земельные участки, но это наши коллеги расскажут более подробнее. Это у нас еще есть и стимулирование достойного воспитания многодетных семей, это выдача почетных дипломов губернатора Ростовского области, это участие их во всех мероприятиях, во всех семейных праздниках. У нас в прошлом году прошел великолепный такой фестиваль, День добрых дел, Донские таланты. И там вот, знаете, во всей своей красе показали, на что они могут, и что они, ну, это просто великолепно, это было настолько зрелищно, как говорят, зайдем на Оскар, вот это по-другому не скажу. Но, тем не менее, для нас нужно все-таки, это важно и для всех, надо было, безусловно, увеличить количество многодетных семей. Почему? Потому что еще Россия, вот дореволюционная, это был стандарт трое, четверо, пятеро детей. Ни один, ни два. Ну да, да. Начиная от трех и до. Тем более казачьи семьи, опять же. Когда Бог дал, значит, так и должно быть. Вот. И у нас было в 2012 году где-то порядка 22 тысячи многодетных. Сейчас у нас 31 тысяча многодетных семей, и Ростовская область этим гордится. Многодетные семьи хорошо, это прекрасно, замечательно. Ну и вернемся к первому ребенку. К первому. Да, спросите, потому что очень важно, многие спрашивают. Не будет первого ребенка, не будет второго, третьего, четвертого. Первый ребенок нам дает старт для дальнейшего. Как бы говорить, волей или неволей, но семье задумывается всегда, один хорошо, а надо второго, надо третьего. И чем здесь государство может помочь. Первый ребенок. Вот с 1 января 2018 года у нас в Российской Федерации по решению президента, а это было 28 ноября на Координационном совете в отношении развития детства до 2017 года, президентом Владимиром Владимировичем Путиным принято решение о введении выплаты при рождении с 1 января 2018 года первого ребенка. Для Ростовской области ежемесячный размер определен в сумме 10 501 рубль. Я хочу сказать, что это очень хороший размер, потому что средний размер по Российской Федерации 10 160 рублей. У нас 83 субъекта, и вот этот средний размер составляет столько. То есть мы идем выше среднероссийского, 10 501. Кто имеет право на эту выплату? На эту выплату имеет право семья, если ее среднедушевой доход ниже полуторакратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения. В цифрах это выражается следующим образом. Семья из трех человек. Мама, папа, ребенок. Вот если ваш доход для трех не будет превышать 47 800 рублей на трех человек, вы имеете право на эту выплату. И вот с 1 января по вчерашний день, как показал наш ежедневный мониторинг, мы уже выплатили семьям, это 400 семей на рождение детишек, которые у нас родились в январе и уже в феврале. Это 6,5 уже миллионов рублей. И очень приятно. Они у нас активно обращаются, но еще активнее работают органы социальной защиты населения совместно с нашими коллегами, органами ЗАГС, с нашими коллегами из всех медицинских учреждений. Когда, будем говорить, наши коллеги, наши работники встали и пошли по домам, не дожидаясь, пока придут семьи к ним для назначения, потому что сейчас мама родила ребенка, она находится в определенной стадии счастья, что у нее есть ребенок, с которым она должна заниматься 24 часа. И как у нас сейчас наши все соцработники работали с папами, с бабушками, с дедушками, а матери предоставили право наслаждаться материнским счастьем, то наши работники пошли во все медицинские учреждения, взяли ту необходимую информацию, кто должен уже родить в январе, ну, в условиях, конечно, заключенных всех у нас соглашений, у неразглашения данной информации, так как это является персональными данными. А у нас это все органы исполнительной власти, мы все зациклены именно на неразглашении и находимся в рамках согласительных форм взаимодействия. Взяли ту информацию, которую предоставили нам женские консультации, родильные дома. И вот, знаете, вплоть до того, что она выходит из роддома, там ее встречает вся родня, и встречают наши социальные работники. Как родня практически. Да, здесь же просят хотя бы расписаться заявление. И спасибо федерации, что здесь очень упрощенный пакет документов. Нам нужен только хотя бы хоть один месяц по доходам. В основном это либо у наших отцов, но даже если нету доходов, никто не должен огорчаться это по этому поводу, потому что у нас законодательством предусмотрено назначить можно другой вид социальной помощи и ее взять по доходам. Спасибо за интересный разговор. На самом деле, надеюсь, что теперь семья с детьми будет получать все социальные выплаты тогда, когда нужно и в полном объеме. После нашего разговора. Спасибо большое. Это была программа «Что волнует» на телеканале ДОН-24. Меня зовут Иван Полехин. Увидимся. ДОН-24. ДОН-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова